Здравствуйте, друзья! Я Надежда Елькина, и сегодня на канале Раз-Два-Три Клей небольшое, но полезное видео о том, как наточить затупившееся лезвие для полимерной глины. Самый легкий способ проверить остроту режущей кромки это попробовать разрезать свернутый в тугой рулон листок бумаги. Как Вы сейчас видите, острота моих лезвий оставляет желать лучшего. Я не смогла прорезать даже один слой бумаги. Что ж, это легко исправить. Для начала подготавливаю все необходимое для работы. Это абразивный материал с мелкозернистой поверхностью. Можно использовать для заточки специальный камень, влагостойкую шлифовальную бумагу или, например, заточной круг. Также понадобится плотная ткань, специальная полировальная паста ГОИ, а еще жидкое масло и спирт. Перед заточкой лезвие необходимо очистить. Для этого подойдет любой спирт или спиртовой раствор. На абразивную поверхность наношу небольшое количество жидкого масла. Использую обычное машинное масло. Теперь можно точить лезвие. Прижимаю к поверхности режущую кромку и плавными обратными движениями провожу по поверхности точильного круга. Лезвие довольно гибкое, поэтому постепенно продвигаюсь по всей его длине и затачиваю его таким образом с двух сторон. Принцип работы с заточным камнем совершенно такой же. После заточки необходимо убрать с режущей кромки все заусенцы и царапины для того, чтобы они не оставляли следов на глине при нарезке. Есть множество способов доводки и полировки лезвий. Я использую для этого пасту ГОИ. обильно натираю пастой плотную ткань. Также можно использовать кожу или сукно. И тщательно полирую лезвие. После полировки снова протираю лезвие тканью, смоченной спиртом, чтобы удалить остатки пасты. Вот и все. Теперь лезвие готово к использованию. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Хорошего вам настроения и творческих успехов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok